Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Вопрос с пристрастием» в студии Оксана Антоненко, звукорежиссёр Родион Золотарёв. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. А в гостях у нас сегодня эксперт-экономист Андрей Якобсенс. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорить будем о Греции, о том, сколько, как выяснилось, Латвия должна Греции в качестве помощи гуманитарной, или как бы её так назвать помягче. Но так или иначе, давайте с самого начала, может быть, с хронологии событий. Как так получилось, что сначала мы узнали о том, что Греция отказывается проводить реформы, и ей не дают денег, а потом через несколько дней мы узнаём нечто противоположное? Ну, я думаю, объяснений тут, конечно же, несколько, и, может быть, даже стоит смотреть не столько в то, что произошло за последние дни. Нужно будет, наверное, посмотреть, ну, скажем, 5-10 лет назад, чтобы понять, что произошло в Греции. Но что касается последних дней, то, ну, если так коротко это объяснить, это просто, ну, я думаю, со стороны Греции они поняли, что ситуация всё-таки довольно серьёзная, и придётся, к сожалению, для них тоже приступить к каким-то экономическим действиям, которые, может, ну, не столь популярны для народа. А как это можно было понять, буквально там за ночь или за две ночи? Ну, я думаю, что, ну, я думаю, что самый главный шаг, который за это время произошёл, это то, что Греция не оплатила счета Международного валютного фонда, который она была должна оплатить, да, это, ну, в финансовых рынках это такое очень серьёзное действие, которое происходит не очень часто, потому что, ну, МВФ, Международный валютный фонд, это, как бы, кредитор, которому отдают стран деньги прежде всего, если... То есть, вот с МВФ лучше не ссориться в любом случае? Ну, в принципе, да, если так в одном предложении это формулировать. Ну, смотрите, как, ведь, получалось, вечером ещё Греция говорила о том, что мы, нет, мы не будем проводить никакие реформы, это для нас слишком болезненно, и пенсионный возраст поднимать, и пенсии сокращать, как-то нам это всё очень больно, не хотим, не хотим, деньги отдавать не будем к вечеру. Надо было, как бы, отдать деньги, на утро стало понятно, что деньги никто не возвращает в плане Греции, и после этого Греция сказала, а вот теперь давайте поговорим. То есть, на что рассчитывали греки? На то, что международные кредиторы пойдут навстречу, несмотря на то, что они не выполняют какие-то свои обязательства? То есть, это, вот, не хочется сленг использовать так совсем грубый, но вроде как бы так и получается. Да, ну, полностью... То есть, проверяли терпение? Я думаю, полностью понять эту мотивацию даже нам будет сложно прямо сейчас, это нужно даже интервьюировать самих представителей Греции. Но вам как со стороны кажется? Как это выглядит? Я думаю, что просто, ну, Греция всё больше начинает осознавать эти последствия, которые могут произойти, если они, как бы, ну, потеряют доверие всех, кто могут дать деньги Греции. Да, ну, например, уже пришлось Греции вводить, как бы, ну, в банковской системе ограничения на наличные деньги, которые можно снять с банковских счетов. Да, постепенно Греция понимает, что дела действительно, ну, довольно плохи на этот момент. И я думаю, ну, это... Да, это такое короткое объяснение ситуации сейчас. А если немножко поподробнее, чем те 86 миллиардов евро, которые теперь обещают Греции, отличаются от тех, которые им вроде должны были бы дать международные кредиторы, если бы они выплатили очередной оплатеж и провели бы необходимые реформы вот несколько недель назад? Ну, я думаю, главное отличие всё-таки в том, что ситуация в Греции, если тянуть время, то ситуация, к сожалению, ухудшается, да. Всё больше людей хотят снять свои деньги со счетов в банках, да. Это, ну, как бы давление с этой стороны нарастает. Банки теряют вклады и теряют прибыль, и это тоже может обернуться очень плохо. Ну, если сравнивать, например, с ситуацией в Латвии в 2008 году, ну, я думаю, многие помнят, что были большие проблемы с Парексом, и люди стояли тоже в очередях, чтобы снять свои деньги, потом были ограничения, всё такое. В Греции эта ситуация, ну, я бы сказал, намного хуже на этот момент, потому что это не только один из нескольких банков, это все коммерческие банки вышли в ситуации, когда введены ограничения на наличные деньги. Но ведь это было понятно и в тот вечер, когда Греция должна была отдать деньги, и когда греческое правительство говорило о том, что нет, мы не хотим никакие реформы проводить. Но ведь было же понятно, что проблема у банков. Было понятно, что есть определенные ограничения на снятие денег. Зачем тянули? Вот зачем надо вставать в позу? Как вы это можете объяснить? Трудно ответить, потому что мы понимаем, что Греция, с одной стороны, она очень, люди Греции очень хотят остаться в еврозоне, да. И я думаю, в их случае просто правительство поддерживало эту иллюзию, что это все еще очень легко возможно, да. То есть это такой популизм, в общем-то? Ну, в одном слове, да, я бы сказал так. А давайте примем звонок, надевайте наушники. Добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос такой. Представим себе гипотетическую ситуацию, что Ципрос возьмет денег у банка Брикс. И ему, кстати, изначально, ему нужно было 53 миллиарда, а дают 86 миллиардов. Кстати, тоже вопрос, почему так? Вот прокомментируйте, пожалуйста. Ну, в смысле, про то, почему сумма увеличивается. Я так понял этот вопрос. Ну, да, ну, с моей точки зрения, ну, в каком-то смысле, я думаю, мы уже ответили на этот вопрос. Если не возрастает доверие к коммерческим банкам в Греции, если люди все еще хотят снять свои деньги и стоят в очереди, то эта сумма постепенно будет увеличиваться, да. Там я сегодня как раз смотрел, примерно в Греции в коммерческих банках осталось порядка 120 миллиардов евро, если я не ошибаюсь, да. Это что значит? Это много, мало? Это, ну, было в два раза больше пару лет назад, да. Это значит, что просто люди снимали деньги даже, ну, даже не в этом году, а в прошлом году и перед этим, да. Это означает, что в стране осталось меньше денег или в банках меньше денег? Ну, скорее всего, и в стране, и в банках, потому что, ну, проблема может возникнуть в том, что если, ну, все люди вместе пойдут к своим банкам за деньгами, то, к сожалению, банковский бизнес таков, что этих денег там сразу просто не окажется, да. То есть, когда возникает паника, и люди массово начинают снимать деньги со счетов, то, соответственно, может случиться кризис. Да, и эта паника, как я понял этот вопрос, эта паника только может эту общую сумму только увеличить, да. На ваш взгляд, в сложившейся ситуации виноваты кто? Виноваты греческие политики, которые занимались популизмом, виноваты греки, которые, может быть, слишком многого хотели и как-то не хотели вот затягивать пояса, как у нас принято это говорить, не хотели заниматься консолидацией, не хотели ничего терять. Или, может быть, международные кредиторы виноваты в ситуации, которая наблюдается в Греции, может быть, действительно ее загоняли в долги, долгие годы, и вот такая бедная, несчастная, теперь вот получается, что долги отдать не может. Ну, я думаю, что, ну да, тут как бы одного конкретного виновника, как обычно, назвать трудно. Я думаю, все-таки эта сторона популизма сыграла свою довольно большую роль. Но с другой стороны, я думаю, тоже, ну, ведь экономисты уже лет 10 назад говорили о том, что в Греции долг превзошел там 100% ВВП, и это очень большой долг по сравнению с другими странами, но как-то это удалось или политикам эту проблему отложить на поздний срок, как-то эта проблема все откладывалась на решение попозже. Ну, в конце концов, к власти, может, пришли более популистические силы, и, ну, эта проблема осложнилась на самом деле. Я, кстати, читал один доклад МВФ про Грецию за 2005 год, да, это 10 лет назад примерно, и там почти те же самые рекомендации, да, уменьшить расходы бюджета, да, там оптимизировать какие-то функции государственной пенсии, и тоже пенсионная система реформироваться должна. Этот бюджетный дефицит был уже тогда, может, под другим обстоятельствам, под другим причинам, но, да, я просто думаю, в одном предложении, это если проблему откладывать, она сама себя, к сожалению, не решит, я думаю. Как считаете, насколько плачевно на данный момент положение греческих пенсионеров? Вот облетают и социальные сети, и интернет-фотографии с плачущими людьми в Греции пожилого возраста. Действительно все настолько плохо? Ну, мне трудно сказать. Я лично не знаю греческих пенсионеров, я знаю... Я понимаю, но мы можем исходить из цифр. Да, но средняя пенсия, я видел цифры, что это порядка, ну, не тысяча евро, но немножко меньше тысяча евро, порядка 800-900 евро в месяц, да. На руки. Ну, насколько я понимаю, да. Так что, ну, с одной стороны, конечно, по сравнению с латвийскими пенсиями, это очень большая сумма. Прожиточный минимум или еще какие-нибудь показатели можем сравнить? Ну, для Греции, допустим, эти 900 евро много или мало? Ну, я смотрел данные про то, про отличие средних цен в странах, и если я помню точно, то в среднем в Греции все на 10-15% дороже. Чем в Латвии. Да-да-да, это, ну, примерно может дать идею. Но, конечно, там люди тратят деньги на другие товары и, ну, не платят за отопление, наверное, и все такое. Так что сравнение... Зато платят за кондиционеры. Ну, да, конечно. Давайте еще звонок примем, надевайте наушники. Добрый вечер. Добрый день. Знаете, вот все время говорят, что это помощь, которая будет оказана Греции. На самом деле это немножко лукавство. Эти деньги пойдут на затыкание дыр и на выплату обязательств держателей ценных бумаг. Это в основном пенсионные фонды Франции, Германии, значит, выплаты МВФ и так далее. Самой Греции ничего не достанется практически. То есть вливание в экономику, которые там в виде инвестиций симулировали бы ее рост, практически не будет никаких. Будут только ограничения. И вот здесь два вопроса очень серьезных. Первое. Если принимается решение, значит, априори политическое, то есть предоставление фонда вот этой помощи кредитной, это чисто политическое решение. Там экономических никаких нет, значит, оснований для этого. Надо сделать Грецию банкротом и немножко подождать с долгами. Вот царские долги Россия выплатила через 80 лет, и ничего, никто не умер. Поэтому если политика идет впереди экономики, то никакого, значит, будущего Евросоюза, я думаю, не будет. Это первое. Вы посмотрите, как кто-то собирается будет отдавать эти долги, если в зоне евро экономический рост при этой вот политике финансовой, которую осуществляет Брюссель, сколько? Меньше одного процента или там один с чем-то процентов. Греция никогда ей эти денег не отдаст. Поэтому лучше ее отпустить на вольные хлеба, пускай она хотя бы какое-то развитие приобретет. А потом можно уже говорить о том, чтобы она с кем-то расплачивалась. Вот почему это никому в голову не может прийти? Потому что избавление, в принципе, хоть одной страны на какое-то время от выплат долгов, какой-то локомотив развития экономического, значит, росту этой зоны. Спасибо. Спасибо. Куда пойдет помощь? Да. На что пойдут эти деньги? Я бы сказал, что действительно та проблема, о которой слушатель говорил, она важная. Потому что действительно, несмотря на то, как будет создаваться эта помощь для Греции, трудно сделать так, чтобы она пошла на пользу экономики. Потому что там противоречия, если сокращать бюджетные расходы, сократятся и расходы пенсионеров, других, и сократится активность в экономике. Это действительно проблема. Латвия, конечно, пару лет жила с этим, сокращала расходы. Но, к сожалению, в случае Греции эта ситуация намного серьезнее, я бы сказал. Насчет упрощения долгов, как раз вчера вышло заявление Валютного фонда, что их мнение такое, что единственный способ когда-нибудь оплатить эти долги, это действительно начинать оплачивать их только через 30-40 лет, когда экономика будет иметь шанс на какое-то выздоровление. Но опять это просто откладывание этой проблемы. А есть вообще такая практика у МВФ, как прощать долги? Ну, вы знаете, я компетентный вопрос сразу не смогу дать, но есть государства, которые не смогли расплатиться с МВФ. Такие ситуации были в истории. Это государства, которые пережили дефолт или что? Да, да, да. В принципе, ну, я думаю, в прессе уже появлялась информация про то, что Греция может стать, ну, в принципе, уже стала первой, как бы, развитой страной, которая не оплатила долг МВФ. Да, вот в том ситуации уникальна, что все-таки Греция, там, средний уровень жизни все-таки выше, чем в других странах, где это произошло, и, ну, это может что-то новое для... Что будет, если Греция не получит дополнительных финансовых вливаний? Ну, в таком случае есть несколько сценариев, да. Если мы говорим о том, что Греция вообще не получает никаких денег ни от кого уже никогда, то единственный путь для них перейти на свою валюту или вернуться к своей валюте, потому что, ну, они не смогут остаться в еврозоне, если... Они могут отказаться выходить из еврозоны? Трудный вопрос, да, отказаться... Но вот греки говорят, нет, не хотим, хотим вот оставаться в еврозоне, не хотим и свою валюту назад, и платить тоже ничего не будем. Я думаю, чисто технически это было бы очень сложно, потому что они очень много денег уже должны Европейскому Центральному Банку для поддержки своих банков, да. Так что, ну, если это произойдет, то в какой-то момент Европейский Центральный Банк просто скажет, ну, мы не будем больше поддерживать ваши... А возможно, вообще, в принципе, там дефолт? Учитывая, что это еврозона, а здесь мы говорим об отдельной стране, вообще как бы гипотетическая ситуация. Я думаю, вот как раз этот вопрос, главный вопрос, про что финансовые министры и руководители европейских стран всю ночь говорили несколько дней назад, да, может ли это произойти, и у меня лично нет ответа на этот вопрос, да. Но как он гипотетически мог бы выглядеть дефолт в одной из стран еврозоны, если валюта у всех общая? Да, это, ну, потому что, потому я и говорю о том, что в этом случае, скорее всего, Греция должна будет покинуть еврозону, да. То есть ее оттуда выведут насильно? Такой вариант возможен. А как это на практике может осуществиться, если, ну, как бы деньги те же в обороте, допустим, в Греции, или если переехать через границу, переплыть? Нет, ну, понимаете, в какой-то момент, если центральный европейский банк остановит свою поддержку греческим банкам, то там просто не останется денег, которые снимать со счетов, да, это, ну, станет невозможным, да. То есть это дефолт, как бы? Ну, в принципе, да. В том случае Греция сможет пользоваться евро только если, ну, в Грецию будут, например, туристы привозить больше евро, чем вывозить из этой страны, да. В таком случае, может, такая ситуация возможна, потому что есть страны, где евро, они, как бы, формально не часть еврозоны, но они все-таки пользуются евро, да. Ну, если это возможно, то да, но я думаю, в данной ситуации, скорее всего, это невозможно, потому что просто деньги бегут из Греции на данный момент. Давайте еще звонок примем. Добрый вечер. Добрый день. Вы знаете, какая вещь? Сейчас Грецию выгонят, не выгонят из этого, или сама уйдет из этой еврозоны, даже, может быть, из Евросоюза. Это не мы будем решать. Дело в чем, что Греция страна НАТО. И любые колебания, то есть, есть такое военное, так сказать, составляющее, есть финансовое составляющее. Любые колебания в финансовой составляющей привезут к колебаниям к военной составляющей. Поэтому ты просто на всякий случай съездил к Путину и показал, в какую сторону они могут, так сказать, повернуть. А там православная страна, греки православная страна. И это элемент шантажа. Никогда не отпустят Грецию, по моим понятиям, чего бы это ни стоило, это первое. А второе, конечно, Германия, есть такая страна, Германия, которая финансировала все эти безобразия в Греции, которая не хотела контролировать или через европейские структуры не умела контролировать, как эти деньги тратятся. Я понимаю так, надо было эту Грецию, как и все остальные, как и Латвию, кстати говоря, поставить в финансовую зависимость от какого-то центрального источника. Будем называть его Евросоюзом. После этого говорить о какой-то самостоятельности этого государства, нашего, другого, пятого, десятого, нет. И поскольку не существует надзорных органов вне государства, не существует надзорных органов и не существует ответственности за что-то, то еврочиновники выполняют те указания, которые им кто-то дает. Потом меняются еврочиновники, никто ни за что не отвечает. Единственное, вот у нас мы можем гордиться, у нас есть господин Добровский там сейчас в руководстве, он всех научит, у него есть история успеха. Спасибо большое. Я думаю, что к комментариям этого комментария мы вернемся после новостей и рекламы буквально через несколько минут. Не переключайтесь. На одной волне с городом. Радио. Радио. Болтком. Добрый вечер еще раз. В эфире по-прежнему вопрос с пристрастием. В студии Оксана Антоненко, звукорежиссер Родион Золотарев. В гостях у нас экономист Андрей Якобсон. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале Микснюс ЛВ. Мы говорим сегодня о Греции, о том, что происходит с этой страной и какие возможны последствия как для нее, так и для нас, так и для всей Еврозоны. Давайте вернемся к последнему звонку, который мы получили как раз до того, как уйти на новости и рекламу, по поводу России, НАТО и военного аспекта всей этой истории. О том, что, возможно, никуда Грецию не отпустят, чтобы, не дай Боже, нее не ушла слишком близко к России. Да, ну, тут мы опять из экономики переходим в политику, и действительно, со стороны, если смотреть, да, я согласен, может быть, это вполне возможно, что это часть из этих переговоров вполне возможно, но трудно комментировать это более детально, потому что, ну, мы, к сожалению, не присутствовали в этих переговорах. Чисто теоретически, может Греции помочь кто-нибудь, кроме Евросоюза и МВФ? Ну, не знаю, та же Россия, например, Китай, кто угодно. Теоретически это возможно, но, вы знаете, когда в Латвии был кризис, я читал лекции студентам и спрашивал, они спрашивали меня, а почему мы хотим брать деньги в кредит у МВФ? Да, я им сказал, ну, конечно, есть другие способы получить деньги, на сколько процентов вы бы, как студенты, хотели бы дать в долг в правительство Латвии в этот 2009 год, после Парекса, после всего этого? Ну, знаете, самая низшая процентная ставка, которую я слышала, была 30%, да. Так что, ну, чисто из финансовых соображений, я думаю, никто давать денег Греции не будет, из-за политических, может быть, да, но как-то это на данный момент в жизнь не воплощается. Но вот эти вот 86 миллиардов, это все-таки сумма немаленькая. Кто-нибудь может набрать? Ну, Россия, например, есть у России при ее финансовых проблемах, своих внутренних, есть такой потенциал? Ну, я думаю, я на данные России не смотрел в этом контексте, да, но я думаю, скорее всего, так быстро дать такую сумму было бы очень сложно, да, это все-таки очень большая сумма даже для больших стран. Ну, Китай, может быть, да, но зачем Китаю давать столько денег Греции? Там, опять, это можно только испортить отношения с Евросоюзом, да, и все такое, я думаю, эти аспекты тоже там важны для этого варианта. 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните, пишите нам в видеочате на портале Микс Нюслова. Говорим сегодня о Греции и о ее будущем, и в том числе нашим вместе с Грецией. Как так вдруг получилось, что Латвия тоже должна помогать Греции? Еще месяц назад мы об этом не слышали. То есть, да, деньги мог дать МВФ, да, вроде как что-то там Еврокомиссия или кто-то еще, но никак не Латвия вот из своих кровных. Откуда вдруг взялись эти 240 миллионов, которыми мы должны помочь Греции? Ну, нужно, наверное, пояснить, что Латвии напрямую денег именно Греции давать не будет. Это будет происходить через так называемый европейский механизм стабильности, и я не уверен, что русский перевод интерпретирован правильно. Примерно такой, да. А что это такое для начала? Ну, это, в принципе, институция, которая старается, будет стараться, потому что она недавно только создана, да, она будет стараться следить за прям вот такими кризисными ситуациями в странах еврозоны. И, в принципе, этой организации, что, ну, вот если, например, другие страны или, например, частные инвесторы не хотят давать деньги Греции, то, может быть, наверное, они все-таки захотят за хорошие проценты дать деньги этому механизму европейской стабильности. Да, это отдельная институция, которая будет заниматься тем, что она, как бы, будет выдавать облигации, получать деньги, которые гарантированы странами еврозоны, и эти деньги будут использовать на помощь Греции. То есть это что-то вроде инвестиционного банка европейского масштаба? Ну, примерно так, да. Причем очень склонного к рисковым сделкам, насколько я понимаю. Ну, с одной стороны, я бы не согласился с рисковыми сделками, конечно, этот механизм больше как посредник, да, если, ну, если произойдет действительно так, что Греция будет финансирована через этот механизм, и Греция заплатит, возвратит эти деньги, то никто на самом деле ничего не потеряет. — Подождите, но наши политики один за другим говорят о том, что успокойтесь уже, никому ничего Греция никогда не отдаст. — Да, ну, это я начал с оптимистического сценария, да, если Греция не отдаст ничего из этих, например, я не знаю, 90 миллиардов или другой суммы, вот тогда уже будут эти другие страны этого механизма, в том числе и Латвия, должны вступить в действие, да, и пополнять этот фонд со своего бюджета. — Подождите, вы сказали, что этот механизм берет деньги в долг где-то на международных рынках и выдает кредит, к примеру, Греции, причем здесь Латвия, Латвия это тот участник, который дает в долг, так мы ведь можем не давать, если не хотим, или что мы делаем, какова наша роль? — Ну, Латвия и остальные страны еврозоны как бы гарантируют эти облигации, да, если что-то случится, ну, например, с Грецией они не заплатят, то заплатят другие страны еврозоны. — Так, вот в этом случае действительно Латвия должна будет платить реальные деньги за спасение Греции, но, скорее всего, эти платежи не произойдут в этом году, в следующем году, но через несколько, много лет, может, никогда. — Надо ли нам что-то поменять для того, чтобы мы могли гарантировать вот эти 240 миллионов? То есть хватает нашего, честного слова, нашего ВВП, не знаю, прогнозов роста и всего остального, или нам надо все-таки что-то одолжить, чтобы, как бы, не знаю, гарантировать вот эту? — Ну, в конце концов, самый легкий путь, да, ну, может, я бы не сказал самый легкий путь, но самый прямой путь, как это финансировать, если такая нужда появится, это через государственный бюджет. Но это, конечно, очень сложно в случае, если у нас, конечно, есть масса других государственных расходов, пенсии, другие вещи, на которые мы тратим деньги. — То есть нам какие-то деньги надо будет забронировать, зарезервировать или одолжить для того, чтобы забронировать, или нас это пока что вообще никак не коснется, кроме как вот, не знаю, гипотетически? — Я думаю, на данный момент это все-таки гипотетически больше, да, это платить придется тогда, если кто-то другой, кому дали эти деньги, не сможет заплатить. Ну, в случае Греции, я думаю, это, конечно, довольно большой риск, что они, если им дадут эти деньги, что у них будут и какие-то затруднения, так что, ну... — О каких сроках идет речь? — Вы знаете, из этого механизма еще никто денег не получал, насколько я знаю, так что опять это что-то новое, и мне трудно ответить на вопросы очень конкретно. — А для латвийского бюджета 240 миллионов — это вот сопоставимо с чем? — Ну, это примерно... — Ну, не знаю, там бюджет Минздрава, к примеру, или вот что-то? — Ну, я не скажу именно, какой, ну, в процентном отношении это получится примерно, это несколько процентов бюджета, да, это сколько у нас получается примерно, ну, я не знаю, если я правильно посчитал, это получится до пяти процентов, я бы сказал, бюджета, да. — Давайте сейчас примем звонок, надевайте наушники, добрый вечер. — Кого? — Добрый вечер. — Такой вопрос. Нельзя ли во время кризиса передать часть греческой бухгалтерии Айрапсалибе? Ну, для правления. — Спасибо. — Ну, я думаю, это было бы прямое вмешательство в дела суверенного государства, да. — Но подождите, мы им в который раз гарантируем деньги или даем деньги, и получается, что мы никаким образом не можем контролировать, насколько они способны вообще эти деньги отдавать. Даже в частных коммерческих структурах проводятся какие-то аудиты, если вот эта коммерческая структура что-то хочет извне. Почему мы не имеем права посягать на греческую, не знаю, бухгалтерию? — Ну, в какой-то степени это, конечно, происходит всё время, да, это происходило в случае, в ситуации Латвии тоже, когда мы занимали деньги у МВФ и у Евросоюза. — Так что в какой-то степени это происходит, и это, ну, например, я думаю, с греческой стороны многие в Греции считают, что это вмешательство в их дела, и я тоже не могу с этим не согласиться, да. Но, да, так что провести эту черту, до какой степени можно вмешиваться и до какой нельзя, это очень сложно будет, я думаю. — 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните и пишите нам в видеочате на портале Микс-Ньюслова. Говорим сегодня о Греции, о Латвии и о последствиях греческой экономической политики для еврозоны. Что, кстати, будет с еврозоной, если вдруг оттуда выйдет Греция? — Да, что будет с еврозоной? — Ну, с одной стороны, если смотреть чисто на экономические показатели, Греция всё-таки в процентном соотношении, ну, это довольно маленькая часть еврозоны, да. Это несколько процентов ВВП, да, это, ну, я думаю, со стороны экономической, только если смотреть, то это не так страшно. Но, как уже наши слушатели отмечали, есть и политическая сторона этого, да. Я думаю, самая такая уязвимая часть в том, что, ну, если действительно другие страны еврозоны увидят, что Греция остаётся в еврозоне, не платит со своей долги, то, ну, может, какие-то партии в других странах заговорят о том, что мы можем, тоже, может быть, пойти на такой сценарий. Ну, не будем платить долги, останемся в еврозоне, и, ну, кто-то другой пусть за это заплатит, да. Я думаю, это самый главный риск для еврозоны. — Какое отношение к ситуации в Греции имеют последние, скажем так, изменения курса евро? Ну, последние-то я имею в виду на перспективе полугода-года. — Ну, трудно сказать. Если бы я мог прогнозировать изменения курса евро, то... — Нет, имею в виду те, что уже произошли. — Ну, я думаю, на самом деле курс евро в основном торговля Греции, насколько я знаю, всё-таки со странами Евросоюза, да. Так что если это, как бы, торговля происходит в евро, то этот курс не так страшно влияет, да. Там, если у них была бы, я не знаю, половина экспорта в США или половина импорта в США, то, ну, там, курс доллара против евро может повлиять на какие-то ситуации. Ну, как и Латвия, в основном мы торгуемся с еврозоной, да, и в таком случае, конечно, эти изменения в курсе евро не так важны, может быть. — В одной из наших передач, когда мы обсуждали тему Греции, один из наших радиослушателей, или это был вопрос в видеочате, честно говоря, не вспомнил, говорили о том, что вот теперь надо ехать в Грецию, тратить деньги, потому что нам теперь будет очень приятно это делать. Вот уже, в принципе, должны как-то почувствовать греки экономическую ситуацию, или в будущем это произойдёт? Ну, то есть, можно ли ожидать какого-то снижения цен на курортные услуги? — Я думаю, что это вполне возможно, потому что, ну, на самом деле, если в стране кризис, если уменьшается число туристов, то гостиницы, курорты должны что-то делать, и, ну, в этой ситуации, я думаю, единственный способ для них заманить туристов — это снижать цены. Это потому что туристы, я не знаю, в Латвии и в других странах, они сравнивают предложения, говорят, если, ну, в Греции действительно там дёшево, почему бы не съездить туда? Так что, я думаю, это варианты. Кстати, тоже в Латвии, я помню, в начале кризиса у нас один из таких ранних предвестников кризиса был, что, ну, действительно, цены на гостиницы стали падать в Латвии, да, что... Что, ну, тоже по похожим причинам, да. — Но если сейчас туристы едут в Грецию, соответственно, они, я так понимаю, должны считаться с тем, что они тоже столкнутся с тем, что нельзя снять деньги из банкоматов, или их это не касается? — Ну, насколько я помню, ситуация, конечно, меняется каждый день, но неделю-две назад я помню, что эти лимиты на денежные, на денег в банкоматах относились только к греческим картам, да. Так что для туристов, может быть, лучше бы перестраховаться, потому что банкоматы, конечно, иногда бывают совсем пустыми, да. Но всё это изначально, насколько я помню, для иностранцев таких ограничений не было, потому что, ну, они на самом деле приносят деньги в Грецию, что для них, для греков, очень хорошо на данный момент. — Насколько вероятен сценарий какого-то социального взрыва? Если действительно, не знаю, закончатся деньги на выплату пенсии или зарплат, мы можем предположить гипотетически, что, наверное, в этой стране станет туристом в том числе не очень уютно. Вот насколько вероятен такой сценарий? — Ну, это, конечно, риск, если дойдёт дело до действительно ситуации, когда греческое правительство не может выплатить пенсии, другие свои обязательства, то я думаю, что там социальный взрыв может произойти вполне вероятно. И, конечно, это влияет на туристов, да, вы не поедете в страну, где кидаются камнями, и, ну, я думаю, это действительно риск, как удержать эту ситуацию, как бы, с одной стороны, под контролем, с другой стороны, не дефолтировать, да. — Как вот, исходя из мирового опыта подобных ситуаций, как обычно правительство, правительство национальное выходит, вот, что они делают с такими дилеммами? Когда мы, с одной стороны, понимаем, что если мы согласимся с МВФ и остальными кредиторами, то будет недоволен народ, с другой стороны, мы понимаем, что не согласиться, это означает недоплатить пенсии и пособие зарплаты, не знаю, тому же народу, с другой стороны, с третьей стороны, мы понимаем, что, возможно, какие-то социальные взрывы. Вот как обычно решаются подобные проблемы? Мы понимаем, что Латвия, наверное, случай уникальный. У нас никто не протестовал почти, не считая, там, одну ночь, но всё-таки в Греции, насколько я понимаю, уже давно какие-то протестные движения видны, и мы это видели на примере выборов. Вот всё-таки есть какая-то такая, не знаю, среднеарифметическая? Что делают правительства? Ну, это в конце концов, вы знаете, правительства бывают разными, центристскими, правыми, левыми, понимаете, это очень трудно как бы обобщить один ответ, но я думаю, можно сказать так, если правительство действительно думает только о том, как выиграть следующие выборы, то может она и готова не идти ни на какие компромиссы и сказать, мы следуем своим принципам, но если всё-таки они смотрят в более долгий срок, то я думаю, всё-таки в конце концов какой-то компромисс должен быть найден. А сколько ещё греки могут тянуть? Ну, вы знаете, этот вопрос, я думаю, мы задаём уже несколько лет, да, я в финишной линии на самом деле не вижу, ну, одна как бы финишная линия была, когда она не заплатила МВФ, да, буквально на днях, да, но со стороны МВФ тоже там целая процедура, что происходит в таком случае, да, они созывают там своих директоров, совещаются, и это тоже откладывает как бы решение на какое-то время, да, так что трудно дать, трудно дать очень такой... То есть, в принципе, какой-то взрыв может произойти в любую минуту, я так понимаю? Ну, я думаю, что это действительно так. То есть, деньги на пособие и пенсии могут закончиться в любую минуту? Да, трудно сказать, но я думаю, такой риск, конечно, есть, так что есть и первая, как бы, индикация, что действительно есть проблемы с финансами и даже для оплаты долгов, так что, к сожалению, это так, да. Время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Напомню, что в гостях у нас был экономист Андрей Якобсов. Спасибо, что пришли. В студии работала Оксана Антоненко, звукорежиссёр Родион Золотарёв. Всего доброго и до свидания.